Венгрия С детства я знала, что я могла лепить и снега. Я лепила не бабы снежные, а лепила головы человеческие. Конечно, там не было таких деталей, особых причесок и так далее. И когда мы были в Венгрии, оказались в Венгрии, уже у меня дети, сын стал взрослым, и я почувствовала, что я могу уделить тебе внимание, я вдруг вспомнила, что я могу лепить. А почему бы не попробовать из глины? Мне так, судьба свела меня с человеком, старичок один полупарализованный, который был скульптором и был член правительства венгерского. Он мне дал на прокат маску Бетховена, и я сделала совершенно своего Бетховена, когда он очень оказался похож на всех тех, которые есть в Европе, в других странах. Но самая главная работа, и самый любимый мой герой, и самый большой резонанс среди венгров и одобрения получила работа Петховена, Шандер Петховена. И что самое интересное, что первую оценку этой работы я получила от простого венгерского рабочего. У нас в квартире сломалась там какая-то отопительная система, он пришёл ремонтировать, а у меня даже стола не было рабочего. Я просто на пианино постелила пластику и поставила, у меня была глина, и я его делала, глядя на тот материал, который у меня был. И он у меня, по-моему, получился. И вдруг я открываю его и спрашиваю рабочего, а кто это? Ти Эльз, кто это? А он говорит, ага, вы же иностранка, вы не знаете, это Петховен. Вот это была оценка, понимаете? Внешняя сторона Елены Косовой была хорошо известна её друзьям и знакомым. Однако о том, что она является офицером советской разведки, знал лишь ограниченный круг лиц, в том числе её муж. Вместе с ним Елена Александровна провела многие годы в зарубежных командировках в различных странах мира, в том числе в качестве полевого оперработника в США. Как я попала в разведку? Так как я была из семьи военных, ну и, наверное, в то время любой молодой человек, который следил за событиями в нашей стране, который дорожил своей страной, он мечтал себя видеть защитником. Потом мне стало известно, что высшая школа КГБ объявляет набор. И, как ни странно, будут приниматься и девушки. Я решила. Я бросила своё заявление и не послала в журналистику, а пошла туда, попробовала. И меня приняли, как ни странно, и сразу записали на английский факультет. И я сейчас уже дожила до очень преклонного возраста. И считаю, что мне повезло то, что я состоялась как скульптор, то, что у меня муж, несмотря на то, что он был легендарный генерал, ветеран внешней разведки, он мог понять и приветствовал то, что случилось со мной. А помощь такая в доме, такой климат, он способствовал тому, что я преуспевала. Как сказала сама Елена Александровна, я прожила три жизни. Разведчицы, матери и скульптора. Получить информацию о том, когда можно встретиться с этой уникальной женщиной, можно в музее внешней разведки на корпусе авиамоторной. Продолжение следует...